здравствуйте дорогие наши зрители есть период в году когда все мои вкусовые рецепторы буквально начинают стонать от восторга это время инжира да для меня нет ничего роскошнее чем готовить мы все знаем что инжир источник калия железо витамина b6 фосфора кальция магния а триптофан который содержится в инжире помогает ясно мыслить быстро справляться со стрессом хорошо спать и поддерживать позитивный настрой вы можете не любить инжир или выпечку как таковую но поверьте эти десерты заслуживают вашего внимания и если на прилавках все еще есть инжир берите без раздумий ну что приступаем инжир моем и нарезаем ломтиками у яблок удаляем сердцевину и нарезаем тонкими ломтиками в удобную но достаточно вместительную чашу разбиваем яйца всыпаем сахар по желанию можно добавить пакетик ванильного сахара или ванилин взбиваем до светлой пышной массы при этом не забыв добавить щепотку соли вливаем растительное масло без запаха по желанию его можно заменить на 50 грамм растопленного сливочного масла добавляем сметану слегка перемешиваем затем в несколько приемов просеивая всыпаем муку разрыхлитель я тоже всегда просеиваю замешиваем тесто в итоге тесто должно быть однородным и имеет не слишком густую консистенцию форму выложенную пергаментом или же смазанную сливочным маслом и присыпанной мукой выливаем тесто и равномерно распределяем его по всей поверхности выкладываем инжир и яблоки сверху посыпаем орехами по вашему вкусу я посыпала грецкими орехами пирог ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40 45 минут готовность проверяем деревянной шпажкой пирог выкладываем на решетку и немного остужаем если вам понравились рецепты подписывайтесь на канал ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями в удобную миску всыпаем муку сахар и добавляем холодное сливочное масло его лучше размять вилкой чтобы оно не растаяло и впоследствии песочное тесто было рассыпчатым именно поэтому добавляем только желтки теперь необходимо очень быстро замесить однородное мягкое тесто вот интересно когда вы готовите думаете о том насколько полезно или не полезно то что вы делаете пишите об этом в комментариях а теперь тесто накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1 час чтобы приготовить начинку очищаем инжир режем его на небольшие кусочки добавляем сахар и ореховую муку миндальную или фундучную натираем цедру лимона перемешиваем слегка применая ложкой выкладываем на антипригарную сковороду и готовим на огне чуть ниже среднего примерно 15-20 минут пока фрукты не будут иметь достаточно густую консистенцию снимаем с огня ставим чашу в холодильник минимум на 1 час чтобы джем остыл по прошествии времени раскатываем тесто в прямоугольный пласт сильно тонко раскатывать не нужно достаточно толщины 5-7 миллиметров остывший джем перекладываем в кондитерский мешок если вам кажется что джем слегка жидковат можно добавить еще немного ореховой муки отсаживаем джем вдоль края оставив немного места теперь аккуратно сворачиваем в трубочку очень хорошо закрывая край затем еще раз хорошо защипнув край немного вытягиваем получившиеся рулеты заворачиваем их в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут после чего нарезаем рулеты на одинаковые кусочки укладываем заготовки на противень застеленный пергаментом отправляем в разогретую до 180 190 градусов духовку на 25-30 минут достаем выпечку из духовки немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой в дополнительном украшении это печенье и нуждается оно и без того выглядит потрясающе аппетитно можно смело готовить двойную порцию точно съедите приятного вам чаепития для вас магия простых рецептов